Музыка Десногорск – чистый и красивый город. И это благодаря каждодневному кропотливому труду всех служб. В этом году у нас запланировано очень много работ. Но начну, наверное, наиболее, так сказать, то, что волнует наших горожан – это состояние наших дорог. Сейчас у нас завершены, к концу подходят процедуры, связанные с аукционом по ремонту дорог. Нам выделено порядка 10 миллионов рублей на эти цели. И параллельно с этим мы завершили формирование программы «Мой любимый город». Дата ее реализации – 2017 год. На эту программу у нас запланировано порядка 5 миллионов рублей. Это все стало возможно благодаря концерну «Росэнергоатом» Смоленской атомной станции. Потому что мы с директором Смоленской атомной станции Павлом Алексеевичем Лубенским на протяжении последнего месяца выходные дни выезжали в город. Смотрели состояние дворов, дорог. И потом коллегиально было принято это решение. Муниципалитет эту программу сформировал, со станцией согласовал. Вот буквально еще раз завершились последние штрихи данной работы. Ну а теперь запускаем, соответственно, процедуру получения денежных средств и проведения всех аукционных мероприятий. Охвачены у нас 5 микрорайонов. Работа разная. Начиная от благоустройства даров, если брать поадресно, это у нас 1-10. Там инициатива была наших жителей. Мы ее поддержали. И, соответственно, в этом году мы ее осуществим. Если брать второй микрорайон, это двор 18-19-20 дома. В этом году мы начинаем благоустройство данного двора. А перспектива мы хотим со следующего года, с 1 января 2018 года и до 2022 года, войти в федеральную программу благоустройства дворов. Она будет включать в себя, охватывать где-то примерно 2 трети финансирования будут выделяться на дворы и 1 треть на парковые зоны. Поэтому надеюсь на понимание наших граждан, потому что основное требование для попадания в этой программы, не только желание властей туда войти, а непосредственно жителей. То есть все инициативы должны идти непосредственно от них. А мы будем, соответственно, поддерживать и реализовывать. Работа с инициативами в городе налажена уже давно и эффективно работает. Все заявления, которые поступают на горячую линию Совета руководителей, САЭС-сервис, МУП ККП и в администрацию, оперативно рассматриваются и по ним принимаются решения. Обращался к нам инвалид, это общежитие 5А первого микрорайона. Там проблема с пандусом. Понятно, что есть федеральные законы, постановления правительства, которые обязывают как органы власти, как управляющие организации. Но в определенных вещах тут надо подходить немного нестандартно. Понятно, что мы эту просьбу рассмотрели. И плюс ко всему он обращался к нашему депутату областной думы Михаилу Васильевичу Лосенко. Он тоже выходил к нам с инициативой. Вот сейчас завершается проектная работа, там было два варианта. Но так как работа затратная, будем выносить на совет руководителей, для того, чтобы можно было принять решение. Или через совет, или через депутатский фонд, резервный фонд губернатора. Но в любом случае, я думаю, что проблему это решим. То, что обращения десногорцев рассматриваются и решаются, подтверждают и сами горожане. Стало чище, лучше, порядку больше. Чтоб я не написал, всегда выполняю. Я вот эту дорогу даже добивался. Обращались люди, вот бордюры, чтоб сделали. Вроде сделали бордюры. Убирают нормально. Мне очень нравится играть на городских площадках. Наш город достаточно чистый, ну, по сравнению с остальными городами. Постоянно происходят какие-то уборки, какой-то вывоз мусора. Постоянно видны рабочие машины. Проблем и вопросов в городе еще много, но надо решать их совместно. Обратиться с инициативой в администрацию можно как в письменном, так и в электронном виде. Все вопросы будут приняты и рассмотрены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова